так расставляемся сейчас зрители начнут задавать вопросы какого хрена или что ты тут нам приготовил да друзья мои на столе у нас несколько вообще противоположных напитков догадайся ну ты уже он уже знает все дело в том что коньяком хайн коньяком хеннесси и виски артбех владеет одна компания одна компания да дорогим мои я случайно компания одежды нет но это компания престижа компания элитных вещей louis vuitton моэт хеннесси называется она lm что-то как-то там набор четыре буквы вот ну короче louis vuitton да louis vuitton моэт хеннесси дорогие друзья сегодня начат я как и обещал в ролике с хеннесси что я буду угощать своих детей ну и сегодня минута славы для никита в ролике мы сегодня будем показывать ну давай ты скакивай показывай на камеру как у тебя это очень хорошо получается ох ну не знаю не знаю короче стеж ты мне к во первых коробочка в пыли но стояла долго где-то ты ее аху там хранил хранил для меня оба ух ты ё-мое сколько тут литр вот три на коробку я беру короче по тяжелая коробка слегка помята видите и мест делали скидку когда я ее покупал из-за коробки да 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 но для коллекционеров очень важно чтобы коробка была на что ты но я сказал что я не для любого покупателька а то же но выглядит прикольно увеситься еще очень важно тяжелый не пойму стекло такой тяжел открывай дорогой я сразу хочу сказать что мои познания в коньяке они очень слабые мы когда с отцом обсуждаем какие же ролики мы будем снимать я могу давай все-таки виски бурбоны это мне попроще вот с коньяками как бы поэтому не знаю что ждет меня я каждую покажи пробку он говорит я тебя у тебя же пробку на камеру какая толстая толстая да это не сможешь понюхать наливая наливать как краев нет ну зачем это же элемент роскоши дружи это как бриллиант он можно чуть побольше в этом бокале 865 миллилитров 6 литровая бутылка огромные бокалы тут скажешь гигантизм у тебя это будет володя дружи дружи мой подарил эти бокалы а теперь скажи что аромат ты чувствуешь то он пошел он пошел прям вот коньяк хайн именно рейер или как-то по-английски это значит редкий один из самых титулованных коньяков классе веса у пи из во всяких всевозможных конкурсах соревнований это весу пи у нас да весу пи есть еще весу пи хайн бай хайн да главное отличие что здесь купаж от 4 до 10 лет хайн бай хайн от 4 до 5 лет то есть вот этот престижнее и вот этот как-то обласкан всевозможными медалями орденами и так да короче это французом француза настоящий француз куплен с помощью друзей через дьюти-фри никаких и здесь нет признаков отечественного что вам хотелось найти и да ты можешь так бы подскочить показать крупно вот этот герб герб это олень да герб это этот это герб домах хайн олень лежащий на земле француз французский олень смотрит в сторону англии так говорят потому что создатель томас хайн был родом из британии да не сичка говорят и пишут источники я сам не знаю все что я все мои знания подчерпаны откуда и ваши могут из интернета то что он сам не выходец из британии но обосновался во франции вышел замуж и женился да и общем на всех пор с 1817 через только через 100 лет была революция поэтому я дату запомнил то есть был основан этот дом и как всегда соблюдение традиции и выдержка выдержка в дубовых бочках специальные каких-то не и говорят что иногда некоторые бочки возят в англию на выдержку понимаешь потом возвращают назад и говорят что спирты выдержанные бочках в англии а там более климат тут вам не равнина тут климатоной лавины одна за мной слушай очень прикольный бокалы хочу сразу сказать что так прикольно его так вот раскатываете вот есть в этом фишка центрифугу можно сделать ничего не выльется ну я повторюсь что я тогда несколько лет назад был этим коньяком очарован и сейчас я долго ждал когда открою эту бутылку я ее приобрел месяц 4 или 5 назад и ждал когда приедет сын чтобы удивить его все-таки коньяками чтобы он понял что такое хорошие настоящие французские коньяки я чувствую спирт спирт дай ему подышать он стоял 10 лет в бочках они используют какие-то специально обработанные бочки у них свои виноградники понятно что коньячный дом хайна расположен в провинции шаранта все это хорошо все каноны выдерживаются и у них лозунг меньше значит лучше или меньше значит больше смысл в том что они не гонятся за продажами это предметы роскоши да это очень дорогой как раз это да он порядка стоит там вот эта бутылка может стоить порядка восьми там десяти и десяти тысяч это слушай даже снизу что-то на донышке него а это не перевернется это подпись дистиллера видимо ну дистиллера мастера мастера погреба мастера в 10 кто короче кого-то а может быть и автограф покажи нашим зрителям вот она но не знаю тут вы увидите не увидите но вот здесь вот вот здесь еще какая-то штучка а на пробке сам олень осенью дождливый серый день проскакал по городу олень ну что может быть отведаем или еще после я бы хотел поставь пожалуйста бокал раз уж мы налить тебе хэнесси потому что хэнесси эксо это продукт очень дорогой который смотрю то вот это тоже космос это уже снимал на него да да и у меня специальный чек чтобы не было ни у кого конечно много я тебя не налью здесь всего лишь 650 но ты знаешь мне чуть-чуть да чтобы ты попробовал и мог сложить свое впечатление но цвет у него прям темнее видно ну это все-таки во-первых эксо один из самых маленькая такая вообще кстати когда ты не смотрел ролик меня оказалось больше на видео это пока пускай дышит этот возьмешь в руку это я возьму в руку и сейчас повесените колдовства хрустальный мрак бокала но спирт ушел он подышал и он начал раскрываться своими ароматами но какие они там я понять не могу эти как они черносливовость да да нет никакой это я просто вспоминая да не армянская люси люси привет люси любит черносливовость здесь же виноград здесь же миндаль здесь изюмность здесь фруктовость здесь полный букет той радости и много-много радости нам хэн рэй принес слушай ну да не совсем конечно виски коньяки совершенно разные продукты спору нет вообще это совсем другой опыт совсем другой но я сейчас выпью весь я бы хотел чтобы ты сейчас взял до сравнил тоже но прикольный вкусный сладенький не колючий никакой он опять же мое любимое слово сбалансированный то есть вот этот есть баланс он мне кажется сочетается отлично ничего не мешает спирта в начале был сейчас сейчас его нету но какие роскошные здесь ножки ножки цвета так давай смотрите нож а этот прям потемнее как такая нефть сам ты нефти нефти видел же он просто темный такой ты соляру когда-нибудь скачивал из камаза шлангом я недавно разбирал гараж и там вот много такого вот было масла всякий ой ну это вообще аромат не конечно в разы сколько он еще стоит дышит да я и поэтому и хотел на налить его пораньше я хочу чтобы ты полюбил книги какие-то конечно ну к этому надо прийти к этому надо прийти какие-то униксы жирные ножки ребят друзья мои если вы когда-нибудь пили хайна я сделал глоток но нет ну конечно в этом плане как бы извините или извини хай извини он в три раза дороже и я понял почему вот это как вау это стоит 4 литр 4 спали для меня да вот это стоит 6030 то есть он во много круче чем ну теперь ты можешь всем говорить а я хэнексиксон да пил классно кончила на канал морсклуб не для тех кто молчит и гибает головой я просто не могу пока я бы поставил себе туда китайского болванчик он тоже так да да знаешь просто сложно подобрать слова не сильно разбирающихся человека надо читать книги повысишь кругозор и количество слов твоему лексиконии увеличится много-много книг надо прочитать не успеваешь все читать итак давай сделаем выводы мы очень долго болтаем очень скучно кстати в нашем ролике где мы пили мист айла мисс туман айлы многие до конца досмотрели и написали наше заветное слово какое заветное слово будет в этом ролике для тех людей кто досмотрел ролик до конца что надо написать в комментарии шляпа напишите шляпа да но это будет интересно да во всяком случае неожиданно давайте заспамим комментарии словом шляпа люди зайдут и все пишут шляпа не хэнесси мы будем но я-то хэнесси и хэн мое резюме друзья мои если вы можете себе позволить купить и вы любите французские коньяки вам нравятся французские коньяки именно французские да вообще просто нравится коньяки вот этот продукт дорогой слишком дорогой да конечно он прекрасен даже никита ему сделал уже комплимент комплимент да он дорогой но необоснованно дорогой а я по скидке купил да вообще он стоит порядка 9 11 тыс трендец сумасшедшие деньги рекомендую поставьте себе в бар и иногда радуйте себя и когда будете пить бокал вспоминайте канал морсклуб хорошо сказал хорошо хань не входит в четверку нет это отдельная категория нет нет хэнесси мартель реми мартин и курвазье мне и подводи то давай но мне интересно послушать твое мнение в отношении в двух вот этих сочетание двух конечно хэнесси круче и на порядок круче и дороже сбалансирование вкуснее но опять же понимаете они разные они разные но тоже время от одинаковые но потому что коньяки для меня понимаешь я чувствую что общая здесь составляющая я хотел чтобы ты попробовал коньяки ты коньяки попробуй да вот я попробую и ну мне нравится да вот и теперь хуже дешевле я пить не буду что делать теперь хорошо зарабатывать как быть так работе больше работы не зарабатывать простой повседневный коньяк либо выходи на пенсию как я и все ладно хорошо озадачил да пытаясь разобраться блин так я долго ждал когда смогу открыть бутылку извини что я себя наливаю а у тебя есть мнение у меня что на грешка носить а вот хэнесси может не хочу а я я понимаю что я хэнесси я больше не куплю я хэнесси дорогой неоправданно дорогой это повторюсь да но это туда туда к небо жителям но побудем немножечко сегодня аристократами ну что ж дорогие мои аристократы заканчиваем ролик напишите если пробовали хайм в комментарии давайте пообсуждаем как вам вообще что нравится больше виски или коньяки этот спор наверно как у сноубордисты лыжник да кто кто круче кто лучше самокатчик или велосипедист да 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 есть чай или кофе черное либо белое красное либо белое молоком или без это бесполезные споры но тем не оставьте ненужные споры я себе уже все доказал лучше гор могут быть только горы на которых еще не бывал вот вы же на соски спасибо все пока до новых встреч миру мир чем скорее тем лучше черт побери мы живем белгородской области тут творится такое что я не буду об этом канал творится шляпа до канала марс клуб вне политики но настроение вам хорошего спасибо что досмотрели этот ролик до этого момента пока 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 вот не сложно что-то добавлять про него вот сложно что сложно что-то мне комментировать про эти напитки настолько они хороши ты вот вот это я хотел услышать понимаешь ты вот виски 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 французские коньяки не бывают крашенными водками не бывают по бревей шотландские виски кубажи они крашеная водка вот и все иногда поэтому я разочарован я столько перепробовал всяких вискарей что есть такие образцы которые блин да проще купить водки а вот французы чем они хороши за фильмы жанна марина блин сидел бы и нюхал а вот это и это тоже нюхаю я по очереди вот я хотел бы чтобы ты полюбил коньяки они они благородные они возвышенные мне кажется что в свое время маркетологи просто очень четко поработали и возвысили в ряд элитой слова виски шотландский виски это самая сильная индустрия развлечений французское кино сейчас как я слышал в некоторых кругах французы борются раньше они между собой боролись а сейчас они все вместе борются против виски и есть плоды что сейчас все-таки потихоньку люди возвращаются потому что качество виски стало падать потому что рынок увеличился а то и шотландии то господи шотландии как нижегородская область по размерам представляешь она вся в заводах наверно понятно что качество теряется а французы у них прописано законодательно если ты можешь виски виски шотландский купажированный добавлять девяносто восемь процентов спирта простого спирта то есть зернового по большому счету большим счет и вот и два процента то есть остальных коньяков то здесь никаких других спиртов быть не может поэтому принести они будут соблюдать то что они соблюдают они выйдут на так думаю скажи свое мнение все-таки мне очень интересно нравится нравится конечно конечно ну как это может не понравиться ну типа ты кто вообще какой-то конченый который такой скажет фу какая фигня ну типа конечно это вкусно просто я не по не могу это классифицировать разобраться я наслаждаюсь да поэтому я и молчу я когда не знаю что сказать что я буду глуп глупости говорить лучше буду молчать и получать удовольствие вот поэтому расслабься получаю того я вообще очень расслаблен хочешь закончить вечер артбегом боюсь что нет боишься поэтому да поэтому и шотландцы из крайности в крайность кидаются либо виски который пить никто не может дыма и которые все блин как вы это пьете либо такой ахаха светочная здесь же коньяки сдержан деликатны симпатичные ароматные как ты сказал округлый сбалансирован да включай камеру а то же мы заболтались все пока пока лайки подписки колокольчики